А в Одессе снова дождь. В наш город полноправно пришла осень, но ненадолго. Такую погоду синоптики обещают всего два дня. К выходным над городом вновь засияет солнце. Ну а пока некоторые одесситы его ждут, укрепляют свои дома мешками с песком. За сутки в городе выпала двухмесячная норма осадков. Вода затопила дома на Слободке и Пересыпе. Как с ней борются, расскажет Анастасия Симонова. Это улица Химическая. После суточного дождя ее впору переименовывать в речную или морскую. Общественный транспорт сюда перестал ходить. Владельцы машин и мотоциклов не едут, а плывут. А это лужа возле дома на Химической. Ее длина 200 метров, глубина приблизительно полметра. Этому водоему радуется только собака Фанта. Вот, вот маска. Это кто получает удовольствие единственное. Ее же хозяева уже десятый час вычерпывают воду и оплакивают свежий ремонт в подъезде. Вода его испортила. Пока дождь перестал, люди носят мешки с песком, укрепляют вход. Потом давай мы таскать ночью мешки, закрывать, чтобы она не протекала. А воды было по пояс. Эта семья живет на первом этаже. Ливень добрался до их квартиры в считанные минуты. Люди говорят, так почти каждый раз после дождя. Виной всему забитые ливневки. Дождь затопил не только дома, но и машины, припаркованные неподалеку. Хозяева этих авто решили оставить их, пока вода не сойдет полностью. А вот «Жигули» в беде не бросили. Вытащили из воды и выжимают сиденья. Хотя, правда, машина теперь вряд ли поедет. Такая погода связана с переменной циклона, говорят синоптики. Дождь в Одессе возможен еще два дня. Объявлено штормовое предупреждение. Поднято штормовое предупреждение погоды о стихийном гидрометеорологическом явлении, о том, что будет наблюдаться северо-западный ветер с порывами до 25-30 метров в секунду. Высота волн может достигать 4 метров, а в Крыму – до 6 метров. В городе за эти два дня значительно похолодает. Уже завтра ночью обещают снижение температуры до 3 градусов. Однако к выходным циклон уйдет в сторону Крыма. И в свои права вступит бабье лето.